Бояроудячего кота поселили в магазин, а вскоре у двери по утрам стали появляться деньги. Сотрудники магазина на улице кота заметили и решили принять его к себе. Кот был местным жителем, поэтому они решили дать ему приют прямо внутри магазина, где он проводил ночи в одиночестве. Притомец быстро привык к своему новому дому и стал незаменимой частью команды. Однако через полгода произошло нечто удивительное, люди начали находить под дверью банкноты по утрам. Первым, кто заметил купюру у входа изнутри, был менеджер магазина по имени Стюарт МакДэниел. Он предположил, что клиент случайно уронил деньги и не придал этому особого значения. Однако через несколько дней ситуация повторилась, у двери снова лежали несколько банкнот. Это заставило людей подозревать, что кот, которого они подобрали полгода назад и оставили жить в магазине, мог быть причиной появления купюр. Кот часто любил лежать у двери стеклянной после закрытия магазина, и его видно было снаружи. Сотрудники решили эксперимент провести, чтобы выяснить, действительно ли их питомец имеет отношение к появлению денег. МакДэниел решил теорию проверить, закрыв дверь и протиснув купюру, в момент, когда кот на солнце лежал рядом. Кот мгновенно заметил движение и с ловкостью схватил банкноту, утащив ее внутрь. Это подтвердило теорию, и Стюарт решил наблюдать за котом. Для этого они установили камеру у двери. Подозрения подтвердились, когда однажды вечером проходящий мимо человек решил пошутить с котом, используя доллар. В течение секунды кот отобрал у него деньги. В последующие часы прохожие и другие также кота заметили и купюры на полу и тоже решили поиграть с ним. Вскоре у кота на полу уже набралось немало банкнот. Увидев, как кот деньги ночью зарабатывает, МакДэниел решил использовать эту выручку с пользой. Он начал пожертвовать деньги в благотворительный фонд, который помогает бездомным людям, от имени их магазинного кота. Продолжение следует...